Добрый день! Сейчас в регионе в эфире. Только интересная и полезная информация в студии Олеся Кокина. Сегодня 1 июня, Международный день защиты детей. Президент страны Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 2018 года в России объявляется десятилетие детства. Также Владимир Путин поручил правительству утвердить в течение трех месяцев план основных мероприятий до 2020 года, которые будут проводиться в рамках десятилетия детства. Кроме того, в это время в России будут предприниматься все меры для стимулирования рождаемости и проводиться политикам материнства и детства. Поставить лайк и помочь ребенку на первый взгляд вещи несоизмеримые. Но доказать обратное пытается семья Миткиных. Людмила и Вячеслав призывают всех отдать свой голос за их дочку Дашу, у которой заболевание центральной нервной системы. Участвуя в фотоконкурсе, семья стремится выиграть главный приз. Курс реабилитации в Словакии и доказать тяжелый диагноз еще не приговор. Пока Даша на третьем месте по количеству голосов. Как можно помочь девочке, расскажет Анна Рязанова. Даше Миткиной почти два года. Она, в отличие от своих сверстников, только-только делает свои первые шаги и еще не умеет говорить. Дело в том, что Даша, четвертый ребенок в семье, появилась на свет на 26-й неделе беременности. Этому маленькому комочку весом в 990 граммов было нечем дышать. При родах не раскрылись легкие. Тяжелейшая двухсторонняя пневмония, кровоизляние в мозг, легкие желудок. Далеко не все, что пришлось пережить ребенку. Шансов на жизнь врачи практически не давали. И тогда мы приняли решение окрестить ребенка. Нам врачи разрешили любезно, мы окрестили ее прямо в реанимации. На четвертый день действительно ей практически сразу стало лучше. То есть параметры ИВЛ стали меньше, и ребенок в состоянии стабилизировалось, и потихонечку вроде мы пошли на поправку. Но болезнь не отступила. Оказалось, что у Даши сильно пострадал головной мозг. Инвалидность, тяжелая степень ДЦП. То, с чем столкнется ребенок в ближайшем будущем, предупредили врачи. Родители диагноз не испугал. Они продолжили бороться за жизнь их малыша. Войтотерапия, методика Муромова. И девочка начала переворачиваться, ползать, научилась сидеть и даже неуверенно ходить. Семья использует любые возможности для того, чтобы помочь Даше победить болезнь. Сейчас Миткины участвуют в фотоконкурсе «Адели шагает по планете», победа в котором означает получение бесплатного курса реабилитации в известном международном медицинском центре в Словакии. Нужно всего лишь проголосовать, пройти по ссылочке и оставить голос за нашу фотографию. Курс реабилитации в этом санатории, который включает в себя методики и логопедические, и больниологические, и массаж, и лечебную физкультуру, были бы для этой девочки очень полезны для того, чтобы она продвинулась еще больше по пути своей восстановления нервной системы. И, возможно, даже она стала почти здоровым человеком. Голосование открыто до 12 июня. Поставить лайк можно без регистрации в один клик. И самое важное – голосовать необходимо каждый день. Сейчас Миткины занимают третье место. Их опережают семьи из Новосибирска и Чехии. Анна Рязанова, Владимир Орлов, Архангельское телевидение. На другим темам делегация Архангельской области начала работу на Петербургском экономическом форуме. 21-й по счету в этом году он проходит под девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике». В центре внимания традиционно обсуждение важнейших трендов и проблем международной, российской и региональной экономики. Делегацию нашего региона возглавляет губернатор Игорь Орлов. Официальное открытие форума уже менее чем через час, но уже с утра глава региона встретился с министром связи и массовой коммуникации России Николаем Никифоровым, где было подписано соглашение с Федеральным агентством связи. Николай Анатольевич подтвердил, что мы попали в приоритетные регионы по отработке технологии создания и развития системы телемедицины. Мы ожидаем, что в июле по договоренности с министром он совершит визит в Архангельскую область, где мы обсудим вопросы телемедицины и вообще развития системы связи и коммуникации в регионе. Кроме того, есть еще целый ряд направлений, которые безусловно интересны региону с точки зрения развития, цифровизации в целом всех наших направлений деятельности. Планируется также, что в течение работы форума область заключит ряд стратегических соглашений, реализация которых привлечет в экономику региона порядка 800 миллионов рублей. На экономическом форуме в Санкт-Петербурге работает моя коллега Светлана Дейнека. Сейчас она с нами на прямой связи по телефону. Светлана, здравствуйте, вам слово. Олеся, здравствуйте, приветствую вас из солнечного Петербурга. На смену вчерашнему дождю в Санкт-Петербурге сегодня выгинуло солнце, погода комфортная и вполне способствует деловому настрою на форуме. Нынешний экономический форум в Санкт-Петербурге, по мнению экспертов, обещает быть еще более масштабным, чем все предыдущие. Хотя только по итогам форума 2016 было заключено соглашение на сумму более 1 триллиона рублей. В этом году заявилось на участие порядка 12 тысяч человек из 130 стран. Подтвердили свое участие главы и представители правительств из 40 стран. «Баланс глобальной экономики». Именно так звучит основная тема форума 2017. Ответы ищут представители бизнеса, власти и экспертного сообщества. Также в повестке переход на альтернативные источники энергии, вопросы инновации и IT. Участники пытаются отыскать место России в динамичных процессах, которые разворачиваются в мире. Работная повестка главы Архангельского региона Игоря Орлова полностью соответствует общему тематическому настрою форума. Так, на буквально завершающейся сейчас панельной дискуссии «Локализация как инструмент формирования кластерной экономики» губернатор Поморья рассказал об опыте нашей области по развитию кластерного направления и встраиванию малого и среднего бизнеса в экономические процессы. Выступление Игоря Орлова вызвало определенный интерес и даже полемику. Тут же, кстати, наш губернатор пригласил участника дискуссии из Японии в Архангельскую область для налаживания инвестиционных контактов. К этой минуте пока все. Олеся. Спасибо, Светлана. Напомню, с нами на связи была Светлана Дейнека. Она работает в Санкт-Петербурге на международном экономическом форуме. Все подробности уже в следующих выпусках новостей. С сегодняшнего дня в каждом регионе России начинают действовать новые нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды. Обновленные платежки россияне получат в июле. Мера должна решить проблему непрозрачных квитанций, когда жильцы платят за перерасход тепла, воды и электричества, которые идут на содержание лифтов, лестниц, подъездов, подвалов, чердаков и придомовых территорий. Теперь управляющая компания не вправе выставлять жильцам счет, который превышает норматив. В каждом регионе они будут свои и коснутся потребления электроэнергии, холодной и горячей воды, водоотведения для содержания общего имущества в многоквартирном доме. От этих нормативов напрямую будет зависеть размер оплаты данных расходов. Все подробности на портале ЖКХ Архангельской области. Вслед за Архангельском и в Северодвинске решили продлить отопительный сезон. Администрация города Корабелов приняла такое решение из-за холодной погоды. В результате батареи северодвинцев не остынут еще неделю. Опаздывающее лето влияет не только на отопление, но и на дорожные работы, поскольку укладка асфальта возможна только в сухую погоду. Пропавшего 25 мая Владимира Хавенко нашли. Следователи обнаружили труп молодого человека на пустыре рядом с моим Оксанским кладбищем. Напомню, Хавенко пропал из съемной квартиры при странных обстоятельствах. Мужчину искал весь город. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ходе оперативных мероприятий был установлен водитель такси, который в день исчезновения отвозил двух мужчин от дома, где проживал разыскиваемый, с большим мешком в сторону пустыря у кладбища Южная Маймакса. Подозреваемый в убийстве был задержан. Отдачи показаний он отказался. Следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу. В Архангельской УИС выбрали МИС-2017. Одноявенный конкурс прошел среди сотрудниц Федеральной службы исполнения наказания. За звание «Лучший из лучших» сразились 13 претенденток. Девушкам предстояло не только дефилировать на сцене, но и показать умения в стрельбе, плавании и строевом шаге. За нешуточной борьбой красавец за престижное звание наблюдал мой коллега Алексей Шемякин. Я психолог. Я помогаю людям, попавшим в кредитные ситуации. Создаю уют, комфорт в коллективе. Психологи, кинологи, конвоиры, а все вместе эти красавицы – работницы Федеральной службы исполнения наказаний и участницы областного конкурса «Мисс УИС-2017». Строгую форму они сменили на вечерние платья. В творческом конкурсе каждая девушка демонстрирует умение держаться на сцене, танцевать, читать стихи или петь, кто на что гораст. Его манят криминальные пути, и попробуй-ка его переродить, если он не хочет. Конкурс прошел в два этапа. Вначале девушки демонстрировали жюристы строевую подготовку, навыки стрельбы, владения приемами борьбы. А еще пробежали километровый кросс и проплыли 50 метров. В итоге из 13 девушек до творческого конкурса дошли только 9. Жюри предстоял нелегкий выбор. Из девяти красавиц нужно было выбрать только одно. Но какой она должна быть, по мнению зрителей? Умной, красивой, привлекательной, мужественной немножко. В первую очередь она должна себя показывать, как женщина. У нас работают люди с большинствами, умеющиеся. И вот жюри делает окончательный выбор. Игинальность, профессионализм, подача, как держаться на сцене, так скажем, их стать и так далее и тому подобное. Все учитывается в данном конкурсе. То есть тут не может выиграть, так скажем, односторонний человек. Он должен быть со всех сторон развит. В итоге корону победительницы получила Елена Никлюдова, психолог первого следственного изолятора. Она представит Архангельскую область на северо-западном этапе конкурса «Мисс Уист-2017», который пройдет в июне в Санкт-Петербурге. Алексей Шемякин, Вадим Федосеев, Ольга Красулина, Архангельское телевидение. Городские чиновники вместе с представителями федерации и руководителями детско-юношеских спортивных школ провели круглый стол. В центре внимания вопросы развития физической культуры и спорта в Архангельске. Также обсудили вопросы подготовки кадров для спортивных учреждений, состояние объектов города и вопрос финансирования спортсферы. Сегодня, безусловно, нужно говорить о партнерстве. Поэтому я сказал, что ряд федераций сегодня выходит с инициативой городу Архангельску, чтобы они сами готовы вложиться в небольшом объеме, но как-то делать эти шаги. И у тех активных партнеров, которые сегодня видят, где у нас есть развитие, мы готовы идти навстречу и, безусловно, что называется, рубль к рублю делать. В Архангельске стартовал прием заявок на родниковое слово. Шестой международный театральный фестиваль имени Федора Абрамова пройдет в мае 2018 года. Участником может стать любой профессиональный театр, имеющий в своем репертуаре постановки по произведениям русской и российской литературы. Каждые два года Архангельский театр драмы принимает театральные коллективы не только России, но и ближнего зарубежья. В рамках родникового слова будут организованы встречи с писателями, актерами, театральными критиками. Пройдут мастер-классы по художественному слову и актерскому мастерству. Выставки-презентации современной российской прозы. Это все новости к этому часу. Следующий выпуск в 16.00. Не пропустите.